Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика, и запикивать её было бы богохульством. Ёбаный в рот, просто блять. Охуеть. Что это было? Это была реакция на последнего босса первых восьми этажей вормхоллс. Всем привет, с вами Сильвис, и сегодня я буду рассказывать, что такое вормхолл, зачем она нужна, что с неё можно получить, и это на самом деле очень интересная активность, которая пощекочет вам нервишки. Я, серьёзно, если бы у меня не было разрядки в виде, например, никотина с вейпа, я бы потерял последние нервные клетки, пока проходил этот этаж. Итак, что это такое? Фактически вы начинаете с первого этажа, бьёте мопчиков, получаете усиление. За то, что вы бьёте мопчиков, есть вариант получения вот таких вот усилений. Вы выбираете их сами, и вольны застакать определённое усиление, как хотите. То есть, когда вы убиваете моба, слева внизу у вас появляется выбор, одной из трёх реликвий, вы её выбираете, и идёте далее. На этаже нужно зачистить мобов. Зачищая мобов, вы будете получать экспу этого этажа, и когда на 100% этаж пройден, вы перемещаетесь на следующий. И важная фигня. Важно то, что вы не сможете пройти последний этаж, если предыдущие этажи прошли плохо, потому что хп, которое вы теряете на первом этаже, переносится на второй этаж. То есть, вы не генерите хп на фулл, когда переходите на следующий этаж. Я специально не буду показывать ничего из этих этажей. Это нужно играть самому. Если вы ПВЕ-игрок хардкорный, которому интересно пощекотать свои нервы и проверить себя на прочность, вперёд в вормхолл. Не советую идти туда людям младше 42-го левела, потому что это... ну, вы видели мою реакцию. Короче, на последнего босса, который имеет 48-й уровень и рекомендованное CS в 15 тысяч, я потратил попыток 15. Опять же, я уверен, что многие из вас пройдут его быстрее, но у меня нет третьей пушки. То есть, у меня стоит лук-затычка, но когда вы придёте на этого босса, это девчуля, которая по сюжету такая самурайка, вы поймёте, почему там невозможно использовать лук. И в целом, чёрт возьми, это очень классная тема. Ради чего вообще стоит проходить вормхолл? Ну, прежде всего, смотрите, это награды, которые можно получить после прохождения первых восьми этажей. Это охренительный бокс, которым просто дофига всего, который стоит каких-то сущих копеек, кристаллов, там заточки и прочее. И бесплатный бокс, плюс голдишка, плюс золотые крутки. И это только первые восемь этажей. Только первые восемь. Представьте, что будет дальше. Я буду, скорее всего, на стримах пробовать проходить более топовые вормхоллы. Посмотрите на это, поугарайте. Как-то так. Я специально не выпускал гайд, потому что нужно делать отдельный большой видос, снимать эти этажи ещё раз и показывать все нюансы, как можно проходить и что нужно. Самое главное, связки пушек, потому что там определённые пушки, но 100% будут уничтожать просто всё и вся. Спасибо за просмотр. Если вам нужен гайд по вормхоллс, то пишите в комментарии. Давайте соберём хотя бы 50 лайков на видосики, я запилю гайд. И, соответственно, если вам интересны другие активности, тоже пишите в комментарии. Я постараюсь сделать на них и обзор, и гайд. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!